В 2019-м в республике откроют 28 ФАПов и введут в эксплуатацию 670 тысяч квадратных метров жилья. Это реализация послания главы Чувашии в цифрах. Что еще планируют сделать республиканские власти, обсуждали на ее очередном заседании Кабинета министров. В ближайшие месяцы в регионе должен заработать центр мой бизнес, который будет работать по принципу одного окна для предпринимателей. Для дальнейшего развития экономики республики разработаны и другие меры. Увеличение производственных мощностей по глубокой переработке сельхозпродукции и их загрузке с целью замещения импортной продукции и обеспечения потребностей населения высококачественной и востребованной продукции. Цифровизация агропромышленного комплекса, увеличение объемов экспорта продукции АПК, развитие хмелеводства, укрепление позиций малого агробизнеса, реализация социальных и инфраструктурных проектов по устойчивому развитию сельских территорий. В области здравоохранения тоже запланирован большой объем работ. В Чебоксарах откроются многопрофильные поликлиники и новый инфекционный стационар детской горбольницы. В селах ФАПы больше станет и передвижных медкомплексов. Дорожные отрасли, капремонт и реконструкция участков дорог. В сфере культуры, строительство сельских клубов и закупка оборудования. Повышение качества образования – еще одна важная задача. Продолжится работа по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях детей ясельного возраста. Будет создан технопарк «Кванториум» в городе Новочебоксарск, центр цифрового образования «АйТи Куб», республиканский ресурсный центр добровольчества. Председатель кабинета министров Иван Маторин поставил задачу – скоординировать работу всех органов власти для реализации намеченных планов. Другой вопрос повестки дня – капремонт. В этом году на реализацию программы выделен 1 миллиард 430 миллионов рублей. Ремонт на 2019 год 207 многоквартирных домов на общую сумму 782,5 миллиона рублей. Также у нас в прошлом году были 86 многоквартирных домов дополнительно включены в программу. Потребуется оплата по этим домам на 320 миллионов. И оставшаяся сумма 327,9 миллионов у нас в этом году. Сейчас как раз формируются дополнительные кроссоверные планы по муниципальным образованиям и планируется включить дополнительные дома. Огромные средства у нас остаются на счетах, критикуются. И мы все равно принимаем программу, как вы сказали, всего на 700 миллионов. У меня предложение прямо в решение кабинета министров вам в сжатые сроки с муниципалитетом в течение месяца внести изменения и выйти на оптимальную цифру. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.